Диспансеризация Которая работает в будни ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера и в субботу с 8 до 2 Здесь в рамках одного подразделения пациент может прийти и пройти весь спектр обследований за 2 часа То есть пациент приходит, заполняет все необходимые документы, собирается анамнез, оформляется вся медицинская документация И дальше пациент идет по кабинетам То есть здесь есть кабинет забора крови, при диспансеризации берется кровь на холестерин, глюкозу Здесь есть кабинет антропометрии, где определяется рост, вес пациента для того, чтобы рассчитать его индекс массы тела Также здесь проводится измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления Проводится электрокардиография И у женщин проводится осмотр акушеркой со взятием маска шейки матки на онкоцитологию Такие исследования, как флюорография и маммография, нужно пройти в корпусе взрослой поликлиники Все это связано с капитальным ремонтом медицинского учреждения На время ремонта нашей взрослой поликлиники, центр общественного здоровья, где непосредственно проводится процесс диспансеризации Он размещен у нас в хирургическом корпусе, вход с торца Это несколько неудобно, потому что пациентам приходится из поликлиники выходить, совершать небольшой переход Но это временное неудобство, потому что после окончания нашего ремонта у нас будут созданы абсолютно комфортные условия Где пациенты сейчас проходят диспансеризацию за два часа Там, конечно, мы будем стремиться к более быстрому прохождению диспансеризации На сегодняшний день диспансеризацию прошли порядка 30 тысяч человек Вы прошли диспансеризацию, диспансеризация в течение года, собственно говоря, она будет вам эффективна Есть и положительные результаты в части Только в процессе за полгода проведения диспансеризации мы выявили сахарный диабет более чем у 600 пациентов Это впечатляющие цифры, что свидетельствует о эффективности и необходимости проведения диспансеризации Я уже не говорю о раннем выявлении онкологических заболеваний у женщин, у мужчин и патологии со стороны легких Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно при себе иметь стандартный набор документов Паспорт, страховой полис и СНИЛС записаться можно удаленно Данный процесс оцифрован, пациенты приходят по электронной записи, на которую они могут записаться и через колл-центр и через информат в поликлинике или по направлению врача Все результаты обследования, заключения по итогам проведенной диспансеризации пациент будет при условии, что он зарегистрирован на госуслугах и имеет личный кабинет будет получать у себя в личном кабинете, это удобно и это будет храниться в его электронной медицинской карте Консультацию по результатам первого этапа диспансеризации можно получить как в очной, так и в заочной форме по телефону Если в ходе исследования были выявлены какие-то отклонения в результатах обследования, пациента пригласят на второй этап диспансеризации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...